байрактар одно из самых известных слов наших широтах в то время когда украина слышит это слово его разбирает гордость и тут начинается поиск нового видоса на орков название этого беспилотника действует как солнечный свет кленовые колья и серебряные пули вместе взятые на вампира орки своих мечтах уничтожает байрактары пачками коношенков вон в своих сказках уничтожает за раз от 3 до 14 штук часто ангарами журналисты как-то посчитали и вышла цифра что он уничтожил около 200 штук а говорят мария захарова уничтожила больше тысячи ну а обычная биомасса округляет обычно до 2000 по совершенно открытой информации компания байкар макина выпустила за все время с 2014 года по началом марта 2022 300 единиц этого беспилотника украина закупила за все время от 50 по некоторым источникам 62 байрактара тб-2 которые успешно выполняют боевые задачи и нагоняет ужас на врага есть информация от независимых международных источников в частности на портале oryx о документально подтвержденных потерях девяти таких беспилотников ну не тысяча и не две так и живем расисты же таскают один сбитый бпл а по разным локациям и время от времени докладывают о сбитии или вообще записывают видосы где на словах геройски сбивают наших птичек в реальности сбить байрактар особенно лаптиногим оружием очень непросто пример тому остров змеиный там были и торы и панцирь и все это уже в прошлом украина продолжает закупать байрактары в турции и есть информация что байкар макена сейчас полностью загружена украинскими заказами сегодня в литве проходит презентация того самого байрактара для украины на который вся литва собрала около 5 миллионов евро производитель же решил бесплатно предоставить беспилотник а деньги пустить на вооружение для него байрактар получил собственное имя ванагас ястреб буквально завтра этот ястреб вступит в борьбу за свободу и демократию против империи орков недавно сергей притула которого орки тоже очень любят знают и боятся инициировал сбор на три украинских народных байрактара в рекордно короткие сроки украинцы собрали 600 миллионов гривен этой суммы хватило бы на почти четыре байрактара но байкар макена понимая что украинцы сейчас проводят крутую пиар акцию для их компании тоже решили бесплатно передать ударные беспилотники для борьбы с врагами украины дальше поляки перехватили инициативу и уже несколько дней собирают деньги на свой польский байрактар для украины по состоянии на эту минуту собрано более шести с половиной миллионов злотых это примерно 30 процентов от стоимости беспилотника ссылка на польский сбор будет под видео в описании сколько бы орки себя не обманывали байрактар был есть и будет очень высокоэффективным оружием против фашистских оккупантов а есть еще три топора цезарь панцергаубица данной сюзанны хаймарцы которым орки еще не привыкли но ничего это дело времени огромная благодарность народу литвы народу польши народу турции всем кто помогает украине и лично боре джонсону а мнение тупых орков тут никого не интересует верить вам в это не обязательно понять вам это не дано победа будет за нами все будет украина